16 лет, средний возраст, начало половой жизни в Башкирии. Об этом рассказала главный детский гинеколог республики. В то же время регион занимает первое место в ПФО среди количества подростковых беременностей. При этом стоит отметить, что по количеству абортов Башкирия далеко от лидирующих позиций. Я специально оставила пункт 8 в нашем годовом отчете по гинекологии детей и подростков. Количество девушек, обратившихся за советом о любой контрацепции. Вот по моему приему, ну это просто редкие птицы, вот единицы, потому что никто ничего не знает. Однако беременность в подростковом возрасте это лишь одна сторона медали. Другая это заболевание, передающееся половым путем. В большинстве случаев, по мнению специалистов, причина этому отсутствия полового и сексуального воспитания. При том, что не готовы об этом говорить не сами подростки, а взрослые. Что касается республики, ну у нас был период, когда эта тема, она была табуирована, сейчас она становится более доступной. И все равно есть еще к чему стремиться, потому что, когда мы приходим особенно в группу людей, где там 30, 40, 50 лет, идет нервный смех, идут такие саркастические выпады. Взрослым трудно. Когда мы идем в группу молодежи, они задают очень откровенные вопросы, и мы на самом деле рады этому. Пока родители боятся говорить со своими детьми, вопросами полового воспитания занялись различные общественные организации. Они включают в себя таких специалистов, как психологи, социальные педагоги, юристы. В рамках их возможности они проводят различные программы по поддержке молодежи. Также организовали анонимный телефон доверия. Однако, несмотря на существование таких организаций, охватить всех невозможно. И в российских школах до сих пор нет уроков полового воспитания. Мы стараемся взаимодействовать. Вот все организации, понимаете, нет поддержки со стороны правительства. Вот к великому сожалению. Ведь такие вещи, как бы мы ни работали, как бы мы ни старались, какие бы профессионалы ни привлекались к этому, понимаете, нужна программа, утвержденная. И, соответственно, этой программе все специалисты будут работать слаженно, правильно и в ногу со временем. И чтобы эта единая программа работала во всех учебных заведениях. Как в средней школе, при выпускниках, так начальное образование, средняя школа. И, конечно, колледжи, институты, университет. Мы только за. Все эти вопросы обсудили в рамках круглого стола формирования семейных ценностей в подростково-молодежной среде. По итогу была принята резолюция. Она разместилась на трех больших листах, но включала в себя одну главную мысль. Сделать вопросы полового просвещения открытыми и перестать закрывать на них глаза. Свои предложения организаторы адресуют в правительство республики. Анастасия Ходик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.